Он здесь не живет. А что у него там? У него должность неоплаченная, штраф. А кем он вам приходится? Сын. А где он проживает? Он здесь на поселок. И сколько там штрафа? 30 тысяч. Родители такая информация повергла в шок. При этом им пояснили, что молодого человека привлекли за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Права у него забрали, а вот штраф соликамец не спешит оплачивать. Ему нужно явиться в службу судебных приставов, написать объяснение, что он о штрафе знает, что он оплачивать не отказывается. Но в данный момент у него нет возможности оплатить. Там мы же будем находить пути. В итоге родители неплательщика получили повестку, которую должны будут передать сыну. В Соликамске только за начало этого года штраф в сумме 30 тысяч получили 136 водителей. И многие из них до сих пор не пополнили казну, заплатив штраф. Чтобы изменить ситуацию, судебный пристав совместно с инспектором ДПС пошли по адресам должников. Первыми оказались жители Боровска. А найти неплательщиков оказалось непросто. И письма приходят, и что, и извещения приносят, а что только нет. А вы как давно уже эту квартиру купили? В 2009 году. С 2009 года все? Да. Значит, в базе ГИБДД указан старый адрес. Кто-нибудь написал протокол, либо он указал в протоколе этот адрес. Скорее всего, сам был указан. Повестку с приглашением посетить приставов для оплаты штрафов снова передали родственникам. В некоторых адресах повестку пришлось оставить просто в дверях. Всего за один вечер судебный пристав посетила порядка десяти квартир. Составлялись акты о непроживании. Составлялись повестки людям. Сегодня уже по двум повесткам люди приходили, проплачивали. Брались объяснения, отбирались. Устанавливалось место работы должников. Неуплата, установленная законом 60-дневный срок административного штрафа, это грозит наказанием в виде двойного размера штрафа, либо арестом до 15 суток, либо обязательными работами. Кроме этого, все должники не смогут покинуть пределы России, пока не оплатят свои долги. Подобные рейды теперь в Селикамске будут проводиться еженедельно, пока статистика платежей не повысится.